Сотрудники арктического научно-исследовательского стационара вернулись из командировки. Несколько дней социальные антропологи работали в селе Ярсале. Цель поездки – изучение современных и актуальных маршрутов передвижения стад оленей и то, как они влияют на растительный мир Арктики. Олень и глобальное потепление. Что может быть общего? Этим вопросом уже несколько лет занимаются научные сотрудники арктического стационара, социальные антропологи Александра Терехина и Александр Волковицкий. Чтобы получить уникальные данные, они целыми сезонами живут с кочевниками, изучают культуру, быт и жизнь оленеводов. В выходные они вернулись из села Ярсаль. Совместно с зоотехниками оленеводческих предприятий они выясняли актуальные маршруты стада оленей в летний период. Важно понять, как идут стада в разные сезоны, в первую очередь в летнее время и где мы можем на карте увидеть скопление оленеводов и оленей в определенное время, так называемые бутылочные горлышки, где происходит наибольшее пересечение различных стад и так далее. В центре жизни любого тундровика остается олень. По наблюдениям научного сообщества всех арктических территорий, это животное в массовом своем пребывании изменяет растительный покров северных районов. Мы представляем, идет большое стадо, самое простое, потому что все понимают, да, олени пасутся, едят различные, так сказать, сообщества, как растительные, так и лишайники. В то же время они оказывают воздействие и на другие, более крупные растительные сообщества, в частности на кусты. И есть очень большая проблема так называемого закустаривания Арктики, что связано вообще с глобальными изменениями климата, с новыми климатическими трендами, потепление и так далее. По наблюдениям коллег из Канады и Скандинавии, олени могут ограничить продвижение этих кустов в Арктике. Насколько это тождественно для нашего полуострова, научные сотрудники Александр и Александра пытаются выяснить. За время их командировки в Ярселе они получили уникальные и, самое главное, актуальные данные, которые отображены с точными координатами на карте. Здесь линиями цветными представлены маршруты бригад совхоза «Юрсалинская», вернее, муниципального леневодческого предприятия, которые нам рисовали очень подробно зоотехники. И в виде таких кругов, овалов и других фигур представлены летние паспища леневодов-частников в июне, июле, августе, в разные периоды. То есть, это такие скопления семей, про которые мы знаем, у нас отмечено, сколько это семей, какой у них поголовье, и вот конкретно, какой район они занимают. Эта карта с обозначениями и есть последние данные перемещения стада оленей по полуострову Ямал. В ближайшее время сотрудники стационара переведут ее в электронный вид и будут наблюдать, на каких участках идет наложение маршрутов оленеводов в разные сезоны. Дарья Самородова, Сергей Антропов, программа «Время местное». Нам здорово!